Всероссийский субботник, прошедший 24 апреля, был посвящен теме городской среды и экологичного поведения. В мероприятиях, которые прошли в Рязанской области, принял участие глава региона Николай Любимов. Конечно, сегодня не первый субботник далеко, и на прошлой неделе убирались на позапрошлой. И я думаю, все будем убираться, пока не вычистим полностью город после зимы. И это надо сделать уже сейчас в мае, однозначно, чтобы люди могли лето проводить на благоустроенных территориях. Конечно, очень много работы необходимо по тому самому благоустройству, и по заделке ям, по ремонту дорог, по ремонту общественных пространств, дворов. Времени вроде как не очень много, строительный сезон у нас короткий в средней полосе России, но за это время надо вложиться. А когда люди приходят и помогают, сами это делают, мы успеваем в 2-3 раза больше сделать. Один из субботников состоялся в Новопавловской роще. Здесь глава региона встретился с представителями территориальных общественных самоуправлений и обсудил вместе с людьми вопросы дальнейшего благоустройства этого парка. Николай Любимов отметил, что работа с ТОСами является очень эффективной. Тут действительно неравнодушные люди, которые выражают волю самого активного населения, знают все проблемы на месте. И не просто их знают, они участвуют в их решении. И, конечно, то, что они говорят, нужно сделать в первую очередь. Здесь были просьбы и по очистке труда, по тому, чтобы полиция больше присутствовала вечером, особенно в темное время. Потому что есть, ну, все-таки, к сожалению, еще те, кто хочет это сломать и ломает. Там забор опять же ломают люди, тоже нужно серьезную программу, наверное, продумать, потому что и забор не привлекал мародеров, что называется, и воров. И чтобы он действительно был красивым. В ходе общения активисты ТОС проинформировали губернатора об уже реализованных проектах и тех инициативах, которые только планируется воплотить в жизнь. Глава региона внимательно выслушал просьбы и предложения. У нас большие планы. Мы хотим сделать и еще добавить детской площадки, значит, кое-какие надо аттракционы. Еще хотим сделать велодром. Велоспедисты маленькие, большие. Отдельно, значит, те люди, которые приходят сюда гулять, чтобы они друг другу не мешали. Задумок много, поэтому и в рейтингном голосовании будем участвовать. Тогда мы сделаем еще больше. Сопредседатель ассоциации ТОС Рязанской области отметил, что власти ведут большую работу в поддержке инициатив населения. И подчеркнул, что говоря о дальнейшем благоустройстве не только Новопавловской рощи, но и всего региона, для рязанцев необходимо участие в ежегодном голосовании по благоустройству общественных территорий. Губернатор отметил, что в этом году голосование начинается 26 апреля. На сайте Госуслуг теперь можно выбрать те объекты, которые хотелось бы улучшить в следующем году. Хотелось бы всех призывать, горожан, жителей области, к тому, чтобы они зарегистрировались на сайте Госуслуг и потом проголосовали, поскольку сам этот сайт, он уже давно стал таким инструментом облегчения ведения дел каждому человеку. Есть волонтеры, вот здесь мне сейчас сказали как раз руководители ТОСов, у них есть молодые ребята-волонтеры, в одном ТОСе 58 человек, в другом 50, которые будут пожилым помогать регистрироваться на сайте Госуслуг и учить, как с этим, собственно говоря, обращаться. Поэтому надеюсь, что люди нас в этом отношении всех поддержат и смогут сказать, что бы они хотели видеть более благоустроенным в первую очередь в следующем году. Стоит отметить, что голосование продлится до 30 мая. По завершении общения с представителями ТОС губернатор Николай Любимов принял участие в высаживании аллеи деревьев для дальнейшего благоустройства Новопавловской рощи. Анна Герцовская, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».